МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре города введен режим чрезвычайной ситуации, а мэрия взяла под усиленный контроль стройплощадку дома номер 37. По улице Журинской. Решение это принял Анатолий Локоть, поскольку застройщик не принял меры и не укрепил подпорную стенку котлована. В результате бездействия строителей у дома номер 12 на улице Фрунзе образовался провал, что привело к трещинам в асфальте на автостоянке. Частично разрушилось ограждение, пострадали магистральные коммуникации. Аварийные службы города делают все, чтобы остановить сползание грунта и не допустить распространения трещин. Работы в котловане прекращены, подпорную стенку предстоит укрепить. Также выясняются причины случившегося по факту аварии. Прокуратура проводит проверку. На улице Никитина отремонтируют больше 57 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Подрядчики приступили к работам по федеральной программе безопасной и качественной дороги. Ситуацию под личным контролем держит мэр. К подрядчикам особые требования. На обновленных участках должна снизиться аварийность. О дорожном ремонте расскажет Александр Потенихин. Плотное дорожное движение – визитная карточка улицы Никитина. А перекресток с улицы Есенина – один из самых загруженных. Эта дорога попала в программу «Безопасные и качественные дороги». Здесь заменят 7 светофоров, установят комплексы видеофиксации, отремонтируют 57 тысяч квадратных метров асфальта. И не только. Полностью будет новое покрытие, устраиваются тротуары, переносятся автобусные остановки. Далее полностью схема организации меняется. То есть у нас наносится новая разметка термопластиком, она более долговечна. И в зимний период сохраняются новые знаки. Сделать дороги безопасными и качественными в интересах не только горожан или муниципалитета, но и подрядчиков. На ремонт действует гарантия – 5 лет. А если появятся нарекания, придется переделывать за свой счет. Проверять будут тщательно, нарушения скрыть не удастся. Кроме управления дорожного строительства будут проводиться торги на привлечение независимой организации, имеющей аккредитацию, лабораторию. Кроме этого, нас будет курировать федеральное управление автомобильных дорог. Мы сегодня с ними встречались, предоставили комплект документов, завтра уже уезжают на проверку. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично проверяет ход работ. Рабочие вышли на объекты раньше срока. Подрядчики спешат сделать все быстрее. Мы оказались в высокой степени готовности к началу этой программы федеральной. И начали ее исполнять до положенного срока. Планировали после праздника, с 15 числа. Погода позволяет, начинаем сейчас. Ну, торопятся подрядчики, мы их не сдерживаем, наоборот. Работы ведут так, чтобы не мешать активному дорожному движению. Поэтому бригада ремонтников выходит на объекты даже ночью. Крайний срок сдачи дорог – 1 октября. Александр Потенихин, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Как могут благоустроить Михайловскую набережную, показали новосибирские архитекторы вместе со специалистами из московского бюро «Стрелка». В основе проекта – пожелания самих новосибирцев. Будут установлены несколько малых кафе, пунктов проката и так далее. В то же время, малые архитектурные формы дополнятся пространство. Это как для детей, так и для семейного воздуха. И будет оборудована площадка для мероприятий, которая, как мы предполагаем, в будущем станет некой основной площадкой для мероприятий в городе. В проекте перенос сцены от воды вглубь парка, чтобы не разрывать зону для прогулок вдоль реки. Появятся и зрительские трибуны, чего раньше не было. Зону для массовых мероприятий оставили на привычном и любимом новосибирцами месте слева от метра моста. А вот направо по проекту будет зона для спокойного семейного отдыха. Появятся на Михайловской набережной велодорожки не только с твердым покрытием, но и грунтовые в зеленой зоне. Насаждения сохранят и органично впишут в архитектурный облик парка. Уже сейчас начинается разработка проекта с медной документацией. Естественно, по итогам в том числе сегодняшнего обсуждения будут внесены необходимые коллективы, но разработка проекта с медной документацией должна быть закончена уже в мае месяце. И соответственно объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на другого устройства. ДОСТУПНЫЙ РЕЙТИНГ Возможно, это будет стимулировать чиновников ответственнее подходить к решению острого вопроса. До 2030 года все поликлиники, банки и магазины должны стать удобными для инвалидов. Все социальные объекты необходимо оборудовать пандусами, перилами и кнопками вызова. Сейчас в регионе создана дорожная карта с бизнесменами. В администрациях проходят собрания. Новосибирцы уже привыкли пользоваться услугами социального такси. Но, как утверждают специалисты, нужен индивидуальный подход. В Новосибирске участились случаи мошенничества с приборами учета. Председатели ТСЖ принуждают переустанавливать квартирные счетчики без права на поверку и выбора организации. А фирмы-однодневки тестируют водомеры на дому по завышенным ценам и без необходимого оборудования. Вячеслав Горчаков о том, как правильно поверить водосчетчику и что проще и дешевле – поверять или менять. В водомерной мастерской Горводоканала индивидуальные счетчики поверяют оптом. С таким оборудованием можно испытать разом больше десятка приборов. Установка поверочная, стационарная, позволяет проливать большое количество приборов учета одновременно. То есть основано на способе сличения. То есть выставляются определенные параметры. Расход, скажем, три куба. Соответственно, мы его прогоняем через эти приборы учета. Потом происходит сличение. То есть если выходит за пределы погрешности, то есть за допустимые параметры, то прибор учета считается непригодным дальнейшей эксплуатацией. Допустимая погрешность указана в техдокументации прибора, как и сроки, когда счетчик нужно отдать на поверку. Для современных водомеров это около шести лет. Управляющие организации внимательно следят, какие счетчики и когда нужно поверить. Если вовремя не испытать приборы, они считаются недействительными. А значит, плату за воду начнут начислять по нормативам. Водосчетчики проверяют не только на точность, но и герметичность. Поэтому порой видно невооруженным глазом, какие устройства это испытание не проходят. Вот два прибора учета протекают. Это означает, что их явно нельзя использовать дальше, только замена. Регулярная поверка – это не прихоть законодателей или ресурсников. Практика показывает, каждый пятый индивидуальный водосчетчик начинает ошибаться в показаниях или протекать спустя несколько лет после установки. Из-за этого многие собственники решают сразу менять приборы без поверки. Решать непосредственно собственнику, то есть, насколько ему будет удобна эта услуга, какую он выберет, насколько будет дешевле. Ну, в среднем по городу замена счетчика у нас стоит где-то 1300-1500. Поверка с выездом на дому у нас в районе 700 рублей. А если счетчик снять самостоятельно и привезти в организацию – это 250-300 рублей. Однако эта дилемма на руку недобросовестным организациям. Некоторые ТСЖ принуждают собственников менять все счетчики в доме без права на поверку, без квитанции и только через управляющую организацию. А недобросовестные фирмы тестируют приборы на дому без необходимого оборудования, чтобы тут же заменить якобы неисправный счетчик в тридорога. Распознать обман несложно. У самой организации должна быть специальная лицензия. А по результатам поверки обязаны выдать вот такое свидетельство. С голограммой, печатью, заводским номером счетчика и непременно указание, с помощью какого оборудования проводилось тестирование. Вячеслав Горчаков, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Пилотный образовательный проект ВЭД-2017 запустила мэрия Новосибирска. За парты сели более 30 бизнесменов, занимающихся производством. По окончании учебы они должны стать экспертами в сфере внешнеэкономической деятельности. Мы уже несколько лет работаем на зарубежных рынках, в первую очередь, Европы и Северной Америки. И все приходится делать своими руками, изучать и решать проблемы, ошибки на собственном опыте. Это достаточно сложно и дорого. Есть люди, есть профессионалы, которые знают те или иные особенности работы с экспортом, работы на зарубежных рынках. И мне, как руководителю компании, важно эти знания получать и интегрировать их в компанию, для того, чтобы путь на зарубежные рынки был наикратчайшим. Бесплатные курсы продлятся пять недель. Наставниками выступят известные и успешные предприниматели. Они расскажут о тонкостях таможенного оформления, поиске партнеров, юридическом сопровождении сделок, проверке контрагентов, особенностях сертификации товаров для зарубежного рынка. Занятия будут и теоретическими, и практическими. Организаторы школы внешнеэкономической деятельности уверены, за проектом обязательно последует увеличение количества экспортных сделок. Здесь, конечно, нужно результаты отслеживать не сразу же. Вот они там прошли определенный курс, да, и вот мы сейчас выдадим какой-то результат. Нет, конечно, здесь именно дальнейшее сопровождение, дальнейшее общение. Мы предполагаем, что в течение трех месяцев после реализации данного проекта мы, собственно, сможем увидеть какие-то уже реальные истории и реальные плоды. Через две недели Новосибирский академ «Городок» отметит 60-летний юбилей, созданное после войны в центре страны. Сибирское отделение Российской академии наук работало в том числе и на оборону. О работах настоящего и будущего сегодня рассказали директора ведущих институтов. Пресс-конференция прошла одновременно в Москве и Новосибирске. Это обзорно-прицельные системы всепогодного вертолета, гиповизионные прицелы для спецназделения гетеросруктуры для СВЧ-техники. Образцы высокоэнергетических материалов, спецевое и ракетное, твердое топливо, малыш-плительные взрывчатые вещества. Сегодня восемь академических институтов СОРАН, включенные в реестр предприятий оборонной промышленности. Наши ученые создают новые материалы, со свойствами которых нет в природе. И новые виды топлива для ракет ведут исследования в области авиации, разведки и радиоэлектронной борьбы. Изобретения направлены не только на оборону внешних границ, но и на внутреннюю защиту. Институт ядерной физики недавно получил патент и установил в аэропорту Толмачево новые сканеры для досмотра пассажиров. Они дают более четкую картинку и безопаснее для людей. Это наша задача. Она, естественно, будет решена и даст новые качества для авиационной безопасности, также для пресечения наркотрафика и борьбы с терроризмом. А пока вот мы с вами тут говорим, да, действительно, несколько десятков человек уже в аэропорту Толмачево наверняка прошли через эту установку Сепска. Не только любви, но и спорту покорны все возрасты. Новосибирские пропагандируют здоровый образ жизни среди людей преклонного возраста. В городе есть несколько оздоровительных и спортивных программ для ветеранов. Самые активные могут даже проявить себя на соревнованиях, а тех, кому года не беда. Михаил Якимов. К активному долголетию через спорт приходят многие новосибирские ветераны. Самые активные и уверенные в своих силах участвуют в соревнованиях. У меня регулярно плавают. Как минимум один-два раза в неделю. Ну, по километру, по полтора. Фестиваль через спорт к активному долголетию традиционный, проходит ежегодно с октября по май. Ветераны со всех районов города играют в настольный теннис, сгородки, бегают на лыжах, плавают. В каждом районе для них организуют тренировки. Нам организовали бесплатное время в бассейне НГУ. И мы туда ходим. Довольно-таки много занятий. Где-то 40, по-моему, понимаете, занятий нам дается бесплатных. Вот в связи с этим соревнованием. Многие ветераны занимаются спортом не для участия в соревнованиях, а чтобы поддерживать себя в тонусе. С ними проводят тренировки инструкторы спортивного города. Например, здесь, в ресурсном центре Ленинского района занятия проходят три раза в неделю. Вот в моей группе, например, старший возраст, это женщине 83 года. То есть мы занимаемся оздоровительной гимнастикой. Я провожу гимнастику, щадящую, так скажем, специально для пожилых, медленно, спокойно. Есть среди занимающихся спортсменки, которые легко садятся на шпагат, несмотря на преклонный возраст. Записаться в группу здоровья несложно. В администрации района или учреждении «Спортивный город» вам обязательно подскажут, где проходят такие занятия. Туда можно просто позвонить по телефону 203-49-96. Наша жизнь – движение, поэтому мы не засиживаемся, как говорится, а идем на зарядку, все в бодром, в хорошем настроении. Идем и занимаемся. Кроме различных спортивных программ для ветеранов, организованных городской администрацией, в Новосибирске есть энтузиасты, которые также занимаются спортом со всеми желающими. Это именно растяжка позвоночника из сустава, но позвоночник отвечает за все процессы в нашем организме. Люди, которые имеют здоровый позвоночник, они, в принципе, процесс разрешения организма приостанавливают. То есть организм не разрешается, а наоборот восстанавливается. Летний сезон парковой гимнастики стартует 31 мая. Занятия будут проходить в Первомайском сквере по средам в 9.30 утра и в полшестого вечера на аллее улицы Вертковской. Для того, чтобы упражняться, нужен только коврик или покрывало. Михаил Якимов, Денис Савинский, Олег Королевец. Новосибирские новости. Как развивается спорт в Новосибирске, за какими командами и спортсменами стоит следить, какие значимые соревнования проходят на стадионах города. Теперь подробно об этом и многом другом вы сможете узнать по средам в эфире радио «Градская волна». В программе «Вечерний разговор о спорте» мы будем разговаривать обо всех событиях, о людях, о достижениях наших спортсменов, наших команд, как профессиональных, так и любительских. Мы расскажем также и полезную информацию, куда может быть можно отдать ребенка, где можно позаниматься спортом самостоятельно и многое другое. «Вечерний разговор о спорте» будет выходить на городской волне по средам в 18 часов. В каждом выпуске с гостями в студии будут обсуждать вопросы, связанные с новосибирским спортом. Так, тема сегодняшнего эфира – фехтование на колясках. Наши спортсмены завоевали два десятка медалей на чемпионате России. Для тех, кто не сможет услышать программу в прямом эфире, авторы подготовили приятный сюрприз. Для тех горожан, которые по какой-либо причине не смогут услышать нас в прямом эфире на радио, уже на следующий день будет выходить телеверсия нашего проекта на 8-м канале Новосибирска, получается, в четверг, в 19.00. И там можно будет не только услышать, но и увидеть нас, и нашего гостя в студии. И это все новости, о которых мы успели рассказать. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. Завтра в 6 вечера в эфире «Гор волны» программа «Вечерний разговор» с пресс-секретарем мэра Артемом Роговским. Гостем студии станет начальник отдела жилищного строительства и инженерного обеспечения Департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Александр Калмаков. Поговорят о том, как в городе решают проблемы обманутых дольщиков. Полезная и интересная информация также на сайте nscanews.info. Там можно узнать адреса, где сделать экспресс-тест на ВИЧ. И на этом все. Удачи!